приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы вас хотим познакомить а может кому и кого-то не познакомить а просто напомнить один замечательный рецепт который будет очень я считаю достойным украшением рождественского стола отбивные по-французски ну в первую очередь нельзя путать с мясом по-французски потому что мясо по-французски это картошка с мясом запеченная по-французски сейчас мы вернемся к этому вопросу лирическое отступление готово а отбивные по-французски это именно отбивные вот мы взяли такой прекрасный кусочек битка свиного готовятся они из свинины и и по-французски у меня всегда удивляло по-французски когда французу во франции задал вопрос по поводу отбивных по французски он сделал бог такие вот ни один француз вам ну не скажет что такое мясо по французски разве что те французы которые были в украине в россии на странах снг и попробовали это чудесное мясо почему же оно называется по-французски я слышал такую историю, что у графа Орлова был повар-француз и вот он приготовил ему подобные отбивные и использовал на то время исключительно французский соус-майонез поэтому в первую очередь, естественно, это началось с территории России поэтому мясо и назвали так как оно готовится с майонезом, мясо по-французски но действительно, к Франции этот рецепт никакого отношения не имеет это из грустного а из веселого на выходе мы получим невероятно сочное мясо невероятно сочные битки и более того, мы сегодня немножко поэкспериментируем во-первых, мы их модернизировали потому что готовятся они обычно с обычным твердым сыром а мы взяли половинку твердого сыра, половинку брынзы это нам даст такой эффект, что вот сыр который покрывает запеченные отбивные он будет очень мягкий если использовать просто твердый сыр он образует такую запеченную корочку и получается не очень нежно если использовать вот такую смесь получится мега нежный помимо этого, проведем сегодня еще два эксперимента сделаем классические отбивные по-французски помимо этого, в одну отбивную добавим помидор и в одну отбивную добавим шампиньоны ну, собственно говоря хватит лирических отступлений давайте готовим итак, друзья по-моему, представил, не представил все ингредиенты три луковицы, два шампиньона вот это, знакомьтесь, помидор майонез мы только что приготовили если вы не знаете, как приготовить майонез у нас на канале есть очень легкий рецепт приготовления майонеза два сыра перец, соль и непосредственно мясо отлично отбивная порежем вот на такие вот порционные кусочки толщиной где-то полтора сантиметра может это и толстая будет не толстая, Лорис? нет, нормальная, она должна быть не очень тоненькая не очень тоненькая ну, ключевое мы хотим, чтобы оно у нас было очень-очень сочное я не люблю сухое мясо вот поэтому, как бы, я и свинину не очень люблю потому что ее достаточно сложно приготовить сочной что мало получилось раз, два, три, четыре, пять отбивных что-то я рассчитывал, что больше будет ну, ладно, на ужин хватит надо немножко отбить чтобы разрушить структуру ну и, собственно говоря, в конечном итоге придать блюду мягкости сделаем вот так вот так и отобьем сильно не отбиваем естественно, как вы понимаете пленкой я затянул для того, чтобы это мясо не летело во все стороны при отбивании ну, такие у нас получаются отбитые кусочки достаточно, Лорис? да я с Ларисой советуюсь что вы думаете? я бы с Ларисой не шагу так сказать а то, если что-то не получится она мне потом говорит ты же со мной не посоветовался поэтому, друзья, я с Ларисой советуюсь всегда так, беточки почти готовы теперь порежем лучок лучок режем полукольцами ну, таким вот образом дорогие друзья ну, что ты здесь болтаешься? вот не люблю я резать лук он у меня все время пытается убежать у Ларисы получается значительно лучше ну, Лариса этим занимается значительно дольше чем я а я там на шашлыки лук максимум нарезал покромсал такими толстыми кусярами а тут нам надо достаточно тоненький ну, где-то миллиметра два чтобы он получился потому что мы его тоже будем запекать и если мы порежем его вот так вот тоненько он у нас будет такой ну, практически не сезаемый очень нежный а если мы его порежем толсто то он будет хрустеть на зубах то есть он не ну, не пропечется не то, что он будет сырой но он будет хрустящий а нам это совершенно не надо, дорогие друзья в общем, я сейчас попрошу Ларису чтобы она дорезала этот лук потому что у меня с ним одно рогульство получается помогла мне Лариса с лучком а я потру сырочек в первую очередь брынзочку какая-то она у нас очень-очень мягенькая трем на крупную терку не буду весь тереть сейчас покажу и во вторую очередь во вторую очередь твердый сырочек я в виду не буду тереть вообще а не буду тереть на камеру чтобы не затягивать видео в общем, потер я все этот кусочек оставим этот я съем сырок теперь хорошенько перемешаем чтобы он у нас ну вот так вот был однородный и отставляем его в сторону дальше, друзья порежем помидорчик и шампиньончик помидорчик нам будет достаточно половинки помидорчика конечно перед Рождеством помидоры уже не те такие помидоры очень посредственные он больше не режется а давится или это у меня нож уже затупился ну дай-ка мне другой какой-нибудь ножичек что-то мне совсем не нравится как оно режется вообще не режется я бы сказал возьмем какой-нибудь другой ножичек не, не режется ну ладно вот так вот и хватит и шампиньончик так же самое порежем тоненькими слайсиками я думаю что не в ноже дело а дело в том что помидор просто стеклянный какой-то он такой вообще мрачный вообще не люблю я эти нитритные нитритные дела зимой в январе конечно овощи отвратительного качества ну вот друзья все и готово будем собирать сейчас наши отбивные приступим к сборке наших отбивных мы застелили противень тефлоновым ковриком очень полезная штука на Алиэкспрессе продается стоит около доллара можно использовать пергамент для запекания но в принципе можно и на противень так сказать не очень удачная идея на мой взгляд потому что потом его отмыть значительно сложнее а вот тефлоновый коврик это самое то очень полезная штука многоразовое использование ну вот мы пользуемся им уже год ему ничего не становится пока смажем его маселцем естественно растительным и теперь друзья посолим и поперчим наши отбивные обязательная процедура солим по вкусу естественно вот у Ларисы сегодня вкусно солененькое я вижу это нормально оно же толстое мяско поэтому нормально так бывает к чему бы это к чему бы ну таким вот образом с каждой сторонки его немножко солим и немножко перчим но опять же таки делаем это по вкусу мне всегда хочется меньше посолить и больше поперчить и выкладываем наши отбивные на противень так же поступим со всеми остальными кусочками мяса первые наши две отбивные соберем экспериментальные одна у нас будет с шампиньонами вот просто выкладываем шампиньончики поверх мяско я думаю достаточно вторая будет с помидорчиками с помидорками будет с помидорками вторая отбивная по-французски точно так же выкладываем помидорки вот мне кажется мы так никогда еще не пробовали делать самому стало интересно решили приготовить сегодня отбивные по-французски я говорю слушай Ларис давай поэкспериментируем ну и вот вот такие эксперименты и экспериментов мы с вами делимся дорогие друзья теперь сверху все надо выслать как бы ну вот так вот скажем так в один слой но достаточно плотненько услать луком так как делает Лариса будет хорошо на экспериментальные это чуть поменьше давай побольше все таки лука мне кажется что так будет достаточно на луковые мы выложим много ну на обычные на классические ну хорошо решили особо с луком здесь не ну тут очень много всего будет пускай лучше не более сочное будет такая штука классная вот я считаю что должно быть всего как раз много много это значит красиво много это значит вкусно тем более луком отбивную не испортишь Ларис ну то если я тебя просил в какой нибудь кекс лука добавить ну да было бы аргументированно сказать что не много лука не надо а в отбивную чем больше да хорошо давай собирать остальные теперь собираем классические отбивные по французски вот тут лука будет много вот тут лучка не жалеем вот таким вот образом укрываем ее прям лучком чтобы она была вся 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 у нас хорошенько покрыта он пустит сок друзья он даст сочность ну и сам практически вот он запечется до такого невидимого неосязаемого состояния то есть вы не будете этот лук потом чувствовать в отбивной он ну вот он станет как как жареный лук он будет нежный ну точно так же соберем и оставшуюся отбивную ну так вот хорошенько все укрыли лучком и теперь такой жирненький слой домашнего майонеза запускаем сюда майонез запечется немножко пропитает и лучок и пропитает мяско даст нам неповторимый вкус ну собственно говоря он и виновник названия этого блюда французский соус вы же знаете что в России майонез до практически десятых двадцатых ну до революции до начала двадцатого века называли французский соус что-то у нас походу не хватит французского соуса хватит надо добавить сейчас добавим друзья все майонезиком и теперь последний штрих присыпем смесью сыра причем вот сейчас будем присыпать сыр будет выпадать на противень его лучше с противня собрать потому что при запекании он пригорит и ну собственно говоря и запах даст нам не лучший и наверное и наверное запах друзья я включил духовку и разогрел ее до температуры 180 градусов по Цельсию укрываем все наши отбивные по-французски сырочком собираем вот этот лишачок который у нас просыпался на противень и собственно говоря будем помещать их в духовочку я уже сказал разогрели духовочку до 180 градусов и помещаем ориентировочно на 25 минут наши отбивные запекаться секундомер я включил и по окончании запекания мы скажем вам точное время дорогие друзья прошло 25 минут вот по засеченному секундомеру и мы считаем что наши отбивные по-французски готовы сейчас дадим им немножко остыть и будем пробовать итак дорогие друзья попробуем наши три так сказать опытных образца в первую очередь разрежем нежная сырная очень оболочка получается с помидорами ну отбивная сама полностью готова и такая как бы сок из нее не течет упс испортил я все то есть вот она такая ну хорошо сочная отбивная не пережаренная она вот даже в серединке немножко розоватого цвета ну все хорошо отставляем в сторону следующий образец у нас с грибочками более сочный с этого я вот вижу уже реально реально течет сок отбивная тоже полностью прожарилась отлично прожарилась ну и собственно говоря тоже все готово ароматы источает просто невероятные и оригинальный рецепт мясо по-французски отбивная по-французски только лук это очень сочная это очень сочная просто с нее сок реально вытекает тоже отлично прожаренная но как бы при этом не пригоревшая то есть она как видите тоже имеет легкий розоватый оттенок и будем пробовать друзья итак начнем так же как мы разрезали с первой с помидорками уже слюнки глотаю или голодный или пахнет очень вкусно нежнейшее мясо с помидорами очень оригинальный вкус ну как бы я привык вот к такому вкусу сейчас попробую определить даже не знаю на что похоже ну собственно говоря наверное на отбивную по-французски с помидорами очень нежная помидоры придают ей какой-то какого-то особенного вкуса но вот не такая не такая она необычная сыр очень очень нежный за счет того что мы не использовали просто твердый сыр а вот использовали смесь брынзы можно кстати и сулугуни использовать смесь сулугуни с твердым сыром сыр получился просто великолепный он тает во рту и так вторая отбивная с грибочками это мне нравится больше ну не то чтобы нравится более классический вкус больше похоже на мясо по-французски тоже очень сочно очень нежно ну собственно говоря легкий привкус но шампиньоны практически они очень нейтральные в принципе грибы они легкий легкий вот грибной привкус дали и собственно говоря ну естественно ничего не испортили и классический рецепт классический рецепт мой любимый очень я люблю это блюдо правда вот как оно выглядит снизу такая легкая легкая прожаренность ну просто суперски я кстати вот иногда прошу ларису я вообще люблю вот даже мясо хорошо прожаренное если стейки то вэлдан если шашлыки то хорошо прожаренные с корочкой не люблю я красное мясо ну вот тут вот она не пересушенная это отбивная вот такая чуть-чуть подрумянилась снизу попробуем классический вкус мяса по-французски очень сочно лучок утушился его практически не чувствуется очень круто и друзья это отличное блюдо на рождественский стол ну или поверьте или проверьте ну собственно говоря если вам этот рецепт понравился ставьте пальцы вверх не забывайте подписываться на наш канал а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока